Московская НБК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 Но надо отдать должному нашему тренеру Илье Леонову, он нас сумел мотивировать, настроить на хорошую игру Хотя все равно я хочу сказать, что мы вышли немножко так вальяжно и сразу пропустили гол и потом начали проигрывать два мяча Но молодцы ребята собрались, где-то тренеру пришлось на нас накричать, добавить там эмоции и ничего, все получилось Понятно, что это вопрос больше к тренеру, но вот эта замена Дронова, которая состоялась на Чушкова, она планировалась Или это связано с неудачной игрой в обороне в начале встречи? Да, так или иначе мы подставили вратаря своей халатностью такой на поле, именно игрой в обороне Много позволяли сопернику, а Пашка страдал и пропустил 100 голов Я думаю, что тут не столько его вина, сколько прежде всего игроков обороны, да и всей команды А не было случайно расхоложенности в связи с тем, что лед отсутствовал и много проблем травмированных, Роговский не играет у ЦСКА? Кстати, мы даже об этом не думали, не вспоминали, просто ЦСКА, она сильна, прежде всего, общей командой У них хороший настрой, хорошая атмосфера, именно со стороны кажется А мы даже так и не вспоминали, он ни на установке, нигде, что кто-то сегодня будет отсутствовать Так что не в этом причина Спрошу, может быть, банальный такой вопрос, но сколь приятно вам здесь играть именно на Янтаре, проводить московские этапы Чемпионата России? Ну, конечно, здесь очень приятно, для меня это вообще сакральное место, именно это поле, этот пляж Строгино, потому что именно здесь мы начинали С Леха Макат, да и многие игроки Ягар тут тоже, мы играли за Строгино, это был наш домашний стадион, мы стали чемпионами России неоднократно Так что это очень для нас такое место, теплое, так скажем Есть какое-то вот такое личное мнение или позиция, нужно ли переносить игры на более позднее время? Потому что, например, вот недавно совсем на дерби многие не успели, на ЦСКА, Спартак Не все успели даже на матч Локомотив-Кристалл, например, играть при искусственном освещении Конечно, я считаю, что если в этом проблема, и многие хотели и не успели из-за работы или еще за чего-то, то, конечно, стоит об этом подумать Потому что, блин, такие матчи, они очень редко бывают у нас в России, потому что высококлассные игроки играют, лидеры своих сборных Так что я считаю, что даже московскому зрителю, так сказать, избаловому, с тобой интересно будет посмотреть такие матчи И напоследок спрошу, нас ждет сейчас встреча Спартак-Кристалл, тоже очень важная с турнирной точки зрения У вас есть какие-то прогнозы, предпочтения, может быть, лично кому-то пожелать удачи хотите? Ну, лично нет, потому что и там, и там играют у меня друзья, которыми я хорошо общаюсь Я хочу, чтобы сегодня был, я буду смотреть, во-первых, и надеюсь, что будет сегодня честный и откровенный пляжный футбол, как у нас вчера был с Кристаллом И пусть победит сильнейший Но мне кажется, что небольшое преимущество есть у Спартака, потому что именно эмоционально они очень хорошо сейчас выглядят, физически И вчера Кристалл тоже много сил отдал, но, опять же, они зато победили, и это, может быть, тоже даст им дополнительные там какие-то плюсики Ну, вот, в общем, вот так Спасибо большое вам, успехов!